начинаю новый вязальный влог у меня здесь лежит уже здесь две детали перед и спинки как раз горловина довольно таки глубокая но я еще буду смотреть как я буду делать может быть все таки пройму частично удлинюю всем привет меня зовут анастасия добро пожаловать на youtube канал рукотворное который посвящен самым коротким и полезным мастер-классом по вязанию крючком и спицами и здесь еще много информации на около вязальные темы вот сейчас уже начала смотреть разбираться я использую мерки своего любимого кардигана который мне довольно таки свободный и по образцу и подобию вижу вот этот джемпер чаще всего я так и делаю то есть по какой-то уже готовой вещи которые мне нравятся я делаю что-то другое и здесь в данном случае наверное мне не вот все таки кажется что проймы недостаточно немного глубокая но я посмотрю еще нужно будет примерить это я вот только что довязала прям оба плеча получается что скосы на плечах я не делала но нужно все таки сделать горловину пока вот так выглядит я здесь просто в две стороны делала убавки с наклоном вправо с наклоном влево и вот все время у меня конечно справа страны поаккуратнее получается влево немного петли выглядит чуть-чуть небрежнее но я их еще подтяну и после этого будет конечно аккуратнее хотя в принципе здесь будет планка будет обработка горловины это момент не принципиально еще с этой пряжей до хочется что некоторые петли идут как бы в разброд но на самом деле конечно это не так потому что это особенность именно пряжи то что она не совсем ровная благодаря этому вот такой эффект складывается и еще конечно точно могу сказать что не очень приятно вязать такую теплую какую-то вещь пушистую именно в жаркое время года сейчас у нас как раз погода уже устанавливается такая наверное плюс 27 25 и уже как-то не очень комфортно вязать конечно при жаре но я постараюсь хотя бы до июля наверное все основное сделать или придется тоже как-то переносить и растягивать по времени этот процесс нет конечно у меня такого огромного какого-то стола где можно расположиться вот показывается на плите пройма практически такую же я сделал как и на спинке вы знаете я не придерживаюсь особых прям жестких таких рамок когда вяжу именно спицами и сейчас мне кажется что могло хватить даже если бы я подлиннее вязала ну посмотрим все кажется что может не хватить пряжи поэтому стараюсь вязать как бы так наверняка самое главное что нужно еще сейчас сделать точно все решить по поводу длинные проймы и по поводу скосов плеча как я буду делать скорее всего в три этапа такой небольшой лесенкой все равно чтобы была какая-то анатомичность а плечи скорее всего буду делать уже плечевые швы с помощью крючка наверное то есть по изнаночной стороне будет такой крючковый шов небольшой это будет как бы таким закрепляющим конструкцию видом шва так что вот так в целом процесс очень нравится я уже говорил это что пряжу очень такое волшебное у меня прошлом даже видео спрашивали но могу показать бирку даже про что альпака силк получать что в 25 граммах 140 метров 77 процентов альпайки и 23 процента шелка ну надеюсь короче говоря что на шелке будет от конструкции здорово держаться не хотела вязать очень дырявый потому что советую даже производители вязать на спицах 5 миллиметров я все-таки взяла четыре с половиной резинки на четверке и мне такой эффект нормально конечно готова что это все немного сваляется потому что все равно такая пряжа может быть непредсказуемой я буду конечно ее очень очень бережно стирать но со временем полотно может конечно быть более таким приваленным даже вот я смотрю на матки которые у меня пролежали получается они по-моему 19 года я тогда заказывал эту пряжу и она все-таки немного мне кажется прям так привалялись волокна друг к другу спускать и переделать тут вообще не вариант конечно с такой пряжи поэтому нужно связать что-то что точно буду носить наверняка как раз планировала распустить вот этот образец у меня появилась идея кстати что можно связать какую-то вязаную композицию и разместить ее под рамку как вот у меня было в самаре на старой квартире возможно как раз вот из этой пряжи я что-то подобное свяжу так как видео уже вышло по этому образцу поэтому я наверное сейчас мы буду нещадно распускать и не очень удобно честно говоря когда довольно много пряжи уже в образце поэтому скорее всего я вот это все перемотаю сначала моток а потом уже наверное смысл есть и даже сделать клубок что ли я люблю делать клубки с двумя рабочими нитями это вообще очень удобно когда нужно взять например два каких-то образца от одного мотка например очень очень удобно и например можно так вязать два рукава от начала мотка и из середины взять например тоже замечательный способ последнее время тоже бывает если есть возможность смотреть какие-то фильмы я смотрю и все равно невольно подмечаешь какие-то вязаные детали вязаные элементы вот я смотрела сериал n который снят по книге n из поместья зеленой крыши я еще в детстве читал эту книгу но уже знаете к взрослому возрасту мало что запоминается и я просто помнил что это какая-то очень интересная история а сейчас пересмотрел этот сериал очень мне понравилось и главная актриса главной героини и понравилось то что там все актеры все три сезона были одними теми же детишками которые постепенно росли по мере развития сюжета у этого сериала так интересно наблюдать за детьми которые растут и как они меняются поэтому могу прям рекомендовать мне там очень понравилось что n на ее кровати был такой вязаные покрывала и у многих местных жительниц там были как раз всякие накидки шали все все-таки что-то вязаные там присутствовал тоже интересно так смотреть потому что все-таки что не говорим и вот эти детали как-то дополняют вообще всю сюжетную линию фильма это в любом фильме так вот эти элементы и небольшие вроде бы вязаные но как это здорово смотрится еще интересно вообще чисто было смотреть за вообще в главной героини вот как у нее жизнь сложится как она будет вообще расти и мне кажется очень хорошая девочка и вырастет вообще прекрасную актрису ржеволосая такая и красотка а с джемпером у меня сейчас такая небольшая пауза потому что не очень удобно раскладывать его там две такие большие детали получается это перед и спинка и где вообще я не могу никак сесть и чтобы вот состыковать и в голове немного чтобы уложилось все это как это будет выглядеть мне осталось только скосы плеча по сути дела сделать и швы и плечевые и вообще в принципе я вообще не возражаю если самом начале работы если вы например дожите джемпер можно все уже швы в принципе и завершить главные центральные швы это конечно плечевые их нужно промочить надежно сделать и примерять будет уже удобнее и там уже можно вязать рукава рукава я тоже вообще наверное такой старовер рукава я вообще ни разу не вязала от проймы есть такой да какой-то можно сказать модный прием когда рукава вяжут от проймы а я как-то вот никогда к этому особо не стремилась не знаю я вижу старинным способом рукава это я вижу сначала манжету потом перехожу уже к основной направленности вязания то есть в сторону проймы и в принципе вязание рукава я чаще всего дублирую вот именно изгибы проймы в джемпере то есть меня повторяют рукава была у меня мысль связать джемпер с прямой проймой или с какой-то квадратный многие я смотрела там разные изображения инструкции такие но что-то я не решилась не знаю мне кажется если уж я вижу вещь нужно ее связать таким обычным что ли способом или тогда уже взять какое-то готовое описание и связать по нему где уже будут какие-то готовые расчеты но я так не выбрал никакое описание поэтому вижу вот принципе таким более менее классическим обычным способом со скосами на проймах и классический такой будет джемпер своеобразным вырезом конечно может быть есть смысл каждый раз применять что-то новое и находить какие-то новые способы вязания отдельных вещей но я пока для себя не нашла такого вот способа который бы меня полностью устроил может быть у меня какой-то джемпер посоветуете хотя в принципе когда начинаешь что-то вязать до нужно смотреть исходя из наличия пряжи у тебя подходящий под проект да то есть принципе любое описание здесь тоже не подойдет очень много бесплатного всего в сети в принципе я обычно не стараюсь что-то найти такое самое простое хочется иногда конечно чего-то посложнее но в любом случае я что-то буду вязать и разные варианты мне тоже пригодятся может быть у меня какой-то сайт посоветуете или или какого-то человека который классное описание делать я бы может посмотрел что-то потому что и я честно говоря вязала раньше только по журналам но это был вообще 2000 года или 20 назад получается я можно сказать еще ребенком было поэтому сложно вообще сказать чтобы я предпочла до вязание каких-то конкретных моделей иногда очень здорово да то есть ты берешь какое-то описание полностью все расчеты есть если там все совпадает размеры пряжу тебя примерно такая же как вот в описании указаны это вообще-то удобно ну вот знаете многие годы того что я сама вязала и вязала там по какому-то наитью или по каким-то там журнальным описанием тоже дает знать о себе то есть иногда не хочется рисковать и вязать что-то совершенно непредсказуемое хотя в ряде случаев конечно можно распустить это тоже интересный такой формат вязания да когда ты можешь что-то связать распустить и переделать но в моем случае да получается что пряжа браста альпака силка она вообще не переживет какого-то вторичного распускание и второй раз из нее вещь уже не сделаешь поэтому очень хочется связать что-то что будет точно уже таким хорошим носибельным вариантом поэтому наверное пока я так вот остановлюсь на этой всей идеи буду вязать так как вот уже запланировала хотя вот говорю что мне вообще импонирует мысль что очень здорово вязать единым полотном без швов и расчеты здесь с одной стороны проще потому что ты получается берешь одну единственную мерку это горловина ваш от горловины все расчеты делаешь от нее там смотришь уже рукав там анатомически я тоже вязала регланом это вот очень удобно чтобы полностью пряжу использовать которая у тебя есть здесь если конечно не на мне кажется если останется пряжи можно какую-то шапку связать из брошь тальпака silk потому что на нормальный шарф вот я все-таки предпочитаю такие широкие варианты нормальный шарф уже здесь точно не останется можно связать какую-то шапку возможно такую более легкую не хочется найти обычно чтобы пряжа как-то залеживалась оставалась небольшие даже когда остатки это я вообще не очень люблю мне обычно хочется чтобы она вся была использована или если уж я планирую какой-то 2 изделий связать то действительно чтобы была шапка это хороший рабочий вариант если прям что-то остается можно взять и связать отличную шапку здесь конечно цвет такой соответствующий больше наверно не знаю хотя есть мужчин который в красных шапках ходят и им идет но ребенку я вот не стала вязать у меня все-таки мальчик я конечно не хочу сказать что есть что-то чистое мужское чисто женское но не знаю мальчику я бы не стала шапку красную именно наверное особенно такую пушистую как-то не очень если бы она была просто красный без вот этого пуха и шелка как-то мне кажется не очень а вы как думаете вы стали вязать ребенку мальчику трех лет допустим шапку из такой пушистой пряжи типа типа махера или вот как альпака шелком как-то мне кажется не очень подходит для мальчишек вот из мериноса отличная шапка кстати вот прям он ее носит все очень ему нравится как я связала получается я связала ему года еще не было сейчас ему три года она это так называемый вот эта шапка эльфа хорошо она подошла и уши закрывает хотя конечно лучше вязать какие-то двухслойные шапки это я уже конечно на будущее себе тоже такую пометку поставила поэтому скорее всего что-то еще новое надо будет связать может быть прям очень теплая хотя принципе эта шапка она если в один слой и капюшон накинуть даже самые холодные дни очень успешно пережила и что самое важное что меринос вообще не колючий по крайней мере мне так точно повезло здесь и ребенку то есть как раз очень удобно носить то что дети же не любят когда что-то колется или там царапается поэтому мне сейчас главное чтобы ребенок одобрил и чтобы и цвет понравился и фактура тоже вот спорный конечно вопрос используют ли косы при вязание мальчиком например или мужчинам я знаю что тоже многие мужчины охотно носят изделие там шапки джемперы с переплетениями косыми аранами а некоторые вообще очень такие классического наверное воспитания какого-то прямо не очень любят и считает все это украшательство мужчины конечно у каждого свое мнение каждый думает так как он думает но я бы не стал конечно если например у меня муж вот не очень хочет какое-то изделие с косыми аранами я бы не стал ему вязать если он это прям прямым текстом сказал и не одобрил обязательно нужно мне кажется с мужчинами прям полностью согласовывать все что будет вами связано потому что иначе придется эту вещь отложить какую-то полку и ваш супруг или это сын вообще не будет носить эту вещь конечно пока у меня с ребенком еще особо договориться не получается по поводу всех узоров это я уж сама буду выбирать но здесь вот видите если уж говорить про взрослых людей которые про могут полностью выбирать что-то то здесь конечно нужно обязательно договариваться помню даже у меня какой-то эфир был на 23 февраля что связать мужчинам мне кажется что действительно очень хороший подарок это пример шапка шапкой уже сложнее всего ошибиться я как обычно делала я брала шапку мужа когда поженились у него была шапка купленная то есть машинного трикотажа вот я по ней и связала ему саму первую шапку из тех пор он меня не ходит в таких шапках которые покупаются носит те шапки которые свяжу я вот видите пока с вами тут разговаривал уже клубок практически весь перемотала и когда неудобно смотреть он конечно не такой аккуратный получается еще интересные факты до что это очень толстая пряжа и здесь получается что на пятерки и надо вязать и не такой аккуратный клубок как-то выглядит вообще конечно я все еще задумываюсь о моталке не знаю когда она у меня будет и будет ли может быть есть в этом смысл клубки будут аккуратнее кстати интересно ты такую толстую пряжу можно перематывать на моталке или там есть какие-то ограничения по толщине пряжи конечно очень красиво выглядит на точке которые размотаны вот таким аккуратным способом я ведь еще здесь оставил как раз вторую нить чтобы если что можно было взять из середины хотя принципе если моток для образцов может такие не пригодится нужно мне главное еще кстати выбрать хочу выбрать как раз какую-то рамку которую я как раз буду образец вязать с каким-то рисунком и еще хотела кстати еще связать корону может быть вот из этого я и сделаю планов довольно много еще бы было под это подходящее количество времени это было вообще прекрасно конечно а то иногда бывает знаете когда переезжаешь другой район это бывают сложности да ты с вами же городе родном но ты переехал в какой-то дом там бывает привыкаешь там к магазинам привыкаешь к новым там поликлиникам я не знаю а здесь когда получается переезжаешь вообще в другую страну где и люди разговаривают на другом языке тут конечно сложности еще больше вопросов возникает но ничего это все преодолимо и это все естественно не могло же быть по-другому что конечно забавно что здесь очень много людей даже разговаривают и не на английском она испанском но к сожалению испанским я также не владею и иногда вот я думаю было бы гораздо сложнее если мы переехали в какую-нибудь страну типа там франции или италии потому что французский итальянский язык я знаю гораздо хуже чем английский немецкий как-то со школы забылся с английским конечно тоже еще большие большие вопросы учить его и учить и ну все равно благодаря там каким-то фильмом какому-то там не значит просмотру клипов еще чего-то все равно какие-то слова хотя бы как-то знаешь если бы до переехать какую-нибудь францию это было вообще сложно или например там в индию или турцию это совершенно незнакомые языки и еще что сложно там совершенно чужая культура здесь все равно какую страну в европе не возьми и допустим штаты это культура нам близка в принципе да тут нет чего такого что прям разрывает твой шаблон до жизни в индии я наверно точно бы не могла жить я даже путешествовать туда честных я не хочу потому что когда в свое время я еще прочитала эту книгу вот напомните мне как называется сначала хотел брат пид сниматься сейчас вот кстати фильм выпустили забыл я про путешественника который по индии путешествовал там избежал из тюрьмы в общем там тяжело такая история забыл называется честным поищу и подпишу здесь где-то вот когда я прочитал эту книгу про индию я тогда точно поняла что я не смогу туда поехать принципе даже туристам не то что там жить или еще что-то довольно сложная по культурным каким-то ценностям страна которую ну человек такой европейский трудно будет общем принять эти принципы жизни вообще и то что там как они готовят еду например как они там живут каким образом вообще все там не видно даже погребальные ритуалы как осуществляется то это нам сложно понять и это неплохо не хорошо просто это вот совсем по-другому поэтому ну все так как должно быть поэтому да ну если ждете от меня все-таки корону который я уже несколько раз показывала в одном из видео я объяснял какой связать и все равно мне там писали что лучше сделать отдельное видео без всяких объяснений а просто показать потому что сколько ни показывай наверное лучше всего будет все-таки взять и связать в таком видео формате так что вот так ну что у нас пока еще погода не очень-то солнечная но это даже хорошо что жары нет поэтому всем желаю всего хорошего удачи в вязании побольше вдохновения всем пока до встречи в новых видео субтитры сделал DimaTorzok